всем привет с вами ирина и канал my diy life скажите случалось ли у вас такое встречаете в продаже садовая кашпо или горшок или какую-нибудь фигурку красивую но она сделана из какого-нибудь ужасного пластика или какого-нибудь страшного цвета и думаете что вот была бы она например из камня смотрелось бы классно но пластиковый сад ставить не хочется сегодня я хочу показать вам как при помощи обычной строительной шпатлевки преобразить такие садовые кашпо горшки садовые фигурки и сделать их как будто настоящие каменные смотрим и так вот он мой подопытный кролик и его компании первое самое главное что нужно сделать это загрунтовать пластик я использовала вот такой грунт для пластика в аэрозоле его можно купить в автозапчастях либо вы можете использовать любой адгезионный грунт наподобие отекс покрываем грунтом фигурки и кашпо кстати у меня поверхность везде была матовой но если вам попадется кашпо или горшок из гладкого пластика его нужно обязательно зашкурить перед тем как грунтовать чтобы сцепление с поверхностью было получше у кашпо не забудьте покрыть грунтом также внутреннюю поверхность хотя бы на 5 сантиметров ниже края поскольку внутренний край будет видно и его тоже нужно будет покрывать каменной имитацией после этого даем хорошенько просохнуть меня на это ушел целый день для работы вам потребуется строительная шпатлевка обязательно на водной основе выбирайте внимательно очень желательно взять шпатлевку для наружных работ если планируете держать ваши творения на улице я купила фасадную шпатлевку для заделки трещин ссылку оставлю в описании выкладываем немного шпатлевки например на одноразовую тарелочку и добавляем немного черной акриловой краски перемешиваем пока у нас не получится однородный темно-серый цвет и наносим состав на поверхность кашпо либо фигурки я сначала пользовалась шпателем но в итоге оказалось удобнее это делать кистью покажу чуть позже в этом первом самом темном слое важно вбить его во все углубления на поверхности поэтому особенное внимание уделяем всем ямкам и бороздкам вот она та кисть которая оказалась работать намного проще и удобнее это самая дешевая кисточка из щетин первоначально я взяла чтобы формировать текстуру камня но и наносить шпатлевку и оказалось удобнее на кашпо я вертикальными прихлопывающими движениями прошлась по всей поверхности чтобы шпатлевка стала шероховатой а фигурки уже покрывала темным первым слоем кистью вбивая шпатлевку во все все ямки зайчиком пришлось повозиться у него очень детально проработанная фигурка все все шерстинки прорисована и вот в эти мелкие углубления вбить шпатлевку оказалось сложным но все пробелы на последующих слоях оказались очень заметны поэтому если будете делать похожую фигурку с таким же мелким рельефом первый лучше слой разведите пожиже больше краски меньше шпатлевки тогда будет проще ровно нанести темный тон с уточкой таких проблем у меня не было кашпо я покрывала в два захода также как и с грунтовкой не забывайте про внутренний край который будет виден после посадки растений я залезла сантиметров на 7 вглубь чтобы наверняка здесь и в дальнейшем я уже работала кистью сначала намазывала слой а потом вертикальными похлопывающими движениями делала шероховатую фактуру во второй замес шпатлевки я положила уже меньше черной краски и добавила каплю желтого чтобы сделать оттенок потеплее наносим кистью второй слой не сплошняком а выборочно особенно стараясь закрыть пробелы если остались после первого слоя но и темные участки должны остаться если у вас небольшая фигурка то здесь уже может быть удобнее работать маленькой кисточкой чтобы залезть во все труднодоступные места и не замазать слишком много на этом этапе на фигурках уже хорошо получается передать фактуру камня на кашпо после прихлопывания кистью может получиться излишне неровная поверхность и кое-где на небольших участках ее можно аккуратно сгладить шпателем я старалась сгладить поверхность в первую очередь на самых выступающих частях как будто тут камень отполировали а в углублениях он остался шероховатым и опять же не забываем про верхнюю кромку и внутренний край кашпо третий оттенок я сделала еще чуть светлее добавила всего каплю черного и больше желтого чтобы получился выраженный серо-бежевый тон на фигурке я уже наносила этот оттенок только маленькой кисточкой очень выборочно пятнышками чтобы поверхность была более богатого сложного цвета вообще чем больше оттенков вы будете использовать тем натуральный результат получится я выбрала серые оттенки вы можете сделать подобные и в зеленовато-коричнево-кремовых тонах имитируя например песчаник на кашпо мне хотелось немножко по рельеф не сделать его потому что рельеф на нем был изначально неглубокий и пока я намазывала все эти слои практически сгладился поэтому на лепесточки которые должны были выступать но почти сгладились я нанесла немножко больше шпатлевки шпателем кстати даже если у вас рельефа не было изначально вы вполне можете его таким образом сделать по трафарету или вот так просто накладывая слой потолще в нужном месте после того как все это дело высохнет нужно пройти шкуркой по поверхности чтобы сбить и сгладить самые шероховатые и выступающие места действуйте без фанатизма чтобы не сошлифовать до пластика после этого не забудьте смахнуть пыль с фигурок и кашпо ее получится прилично последний слой я делала уже просто акриловой краски без шпатлевки смешала белый и желтый точнее ахру и этим кремовым тоном сухой кистью слегка высветлила все выступающие места наконец кое-где я добавила легкие мазки зеленого тома чтобы сымитировать мох и осталось только защитить работу от внешнего воздействия покрыв матовым лаком выбирайте также максимально прочный лак в идеале предназначены для наружных работ у меня матовый лак от пенотекс на водной основе не могу сказать что я большая любительница садовых фигур даже эти скорее всего подарю друзьям а уж гномики из полистоуна у меня вызывают настоящее содрогание никого не хочу обидеть вкусы конечно у всех разные но если уже ставить такие игрушки в саду то лучше все же каменные они цветные на мой взгляд после переделки они стали выглядеть гораздо более стильно чем прежде ну а кашпоза декорированной подобным образом вполне можно поселить не только в саду но и на подоконнике или балконе мне конечно еще предстоит испытать на выносливость это покрытие чтобы понять насколько долговечна она будет в условиях сада что-то говорить можно будет только будущей весной и в будущих садовых влогах я обязательно расскажу как они себя чувствуют по прошествии времени но с учетом того что все материалы я брала для наружных работ надеюсь что они будут стойко выдерживать и солнце и непогода хочу заметить что таким способом можно задекорировать не обязательно садовые фигурки купленные специально для этих целей вполне можно использовать старые игрушки вашего ребенка если у вас найдутся подходящие фигурки либо возможно вы можете купить что-то в недорогом магазине единственное условие это то что пластик должен быть достаточно жестким как я уже говорил для того чтобы фигурка не играла и шпатлевка с нее потом в результате не отвалилась ну и конечно она должна быть не очень уж детализированной для того чтобы во все вот эти щелочки шпатлевку не заталкивать это может быть достаточно сложно ну и также помимо специально для этого предназначенных садовых горшков и кашпо вы прекрасно можете использовать какие-то ведра ведерки из-под еды есть такие небольшие ведерки на пару килограмм для того чтобы сделать какие-то небольшие горшки простой формы но тем не менее как будто сделаны из камня они обычно смотрятся очень декоративно в таком исполнении если вам понравилось это видео и было для вас полезным то как обычно не забывайте про большие пальчики вверх а также подписывайтесь на мой канал чтобы больше ничего не пропустить на сегодня все всем пока пока